Всем привет, с вами Тома и сегодня у нас будет распаковка и обзор конструктора LEGO Friends Pop-звезда телестудия 2016 года выпуска. После стремительного старта линейки Pop-звезда в прошлом году очаровательная певица Ливи и не думает останавливаться на достигнутом. На этот раз наша звездочка добралась до телестудии. Здесь ей надо сделать два важных дела – снять видеоклип на свежий хит и постараться получить музыкальную награду за свои успехи. И оба этих дела вполне выполнимы, потому что сцена, идущая в наборе, не простая, а двусторонняя. На одной стороне Ливи ждет микрофон и оборудование для съемки видео, а на второй – трибуна и долгожданная статуэтка. Также телестудия включает видеокамеру на тележке, хлопушку и монитор. Набор для обзора предоставлен интернет-магазином Seven Bricks, который уже более 8 лет радует своих покупателей достаточно низкими ценами и оперативной доставкой по всей России. Ссылочки на САМ-магазин и конкретно этот набор вы можете найти в описании к ролику. Давайте попробуем собрать нашу телестудию. Коробка набора оформлена стилистике поп-звезда. На передней части у нас показан общий вид телестудия. Также то, что в набор входит фигурка певицы Ливи. На верхнем торце она же есть в размере один к одному. И на задней стороне у нас показано чуть более подробно про набор, про то, что сцена вращается. Задники на той части, где мы будем снимать клип, могут меняться еще между собой. И чуть крупнее показаны мелкие детали, камера, хлопушка. Еще раз девочка. Давайте откроем коробочку и начнем собирать. В коробке лежали два пакетика с конструктором. Основание нашей телестудии. Листик с наклейками, красивыми и переливающимися. И, конечно же, инструкция. С задней стороны инструкции у нас есть реклама различных приложений по Линга Фрэнс, списочек деталей и фотографии остальных наборов из этой серии. Как 2015 года выпуска, так и 2016. В этом 2015 вначале вышла не только телестудия, но и вот этот огромный набор дом под звездой Ливи. Очень большой и интересный. А в прошлом году я делала обзоры на студию звукозаписи и гримерную. Обзоры можно посмотреть на канале. Начать нам предлагают с первого пакета, на котором мы будем собирать основание сцены. Но для начала, конечно же, давайте соберем саму Ливи. Как обычно, девочки Лего Фрэнс собираются из ножек, туловища, головы и отдельной прически. У Ливи здесь новый костюм, голубенькая юбочка и темно-синий топик с золотым рисунком. И, конечно же, стразики как сценический макияж. Также из мелких деталей нам предлагают сразу собрать хлопушку, монитор и камеру на колесиках. Давайте соберем. Хлопушка состоит буквально из трех деталек. Одной раз в одной, двух квадратиков и еще две наклеечки. Получается очень мило и забавно. Монитор – это экран, на котором отображается то, что видит видеокамера. И таким образом мы сможем режиссировать нашу съемку. Очень навороченная видеокамера получилась. Похожую камеру мы собирали в сете с студии звукозаписи, но здесь, конечно, намного навороченнее. В частности, видите, такой у нее получается штатив, который подвижный. Можно ее так-так опускать. Плюс она еще, конечно же, катается. В общем, настоящее чудо техники, где все вращается и передвигается. И, наконец, приступаем к самой телестудии. Как всегда, начинаем с основания. Даже в основание сцены мы добавляем детали лампочки, чтобы все смотрелось нарядно. А вот и наша вращающаяся основа, которая будет поворачивать сцену. И, конечно же, больше и больше различных лампочек. Ответственный момент. Собираем саму вращающуюся платформу. Смотрится вполне эпично. И наша основа готова. Было достаточно просто. Никаких сложных моментов при сборке не возникло. Из пакетика осталось несколько мелких деталей. Из второго пакетика мы будем собирать все остальное. Здесь еще порядочная работа. Одной детальке досталось аж две наклейки. С одной и со второй стороны. Наклейки, причем, фольгированы и хорошо отражают цвет. Прямо все искрится и блестит. И, конечно же, это у нас задник для вручения премии. Дособрали верхнюю часть сцены. Конструкция получилась достаточно монолитной. И теперь установим балки для софитов и прожекторов. Очень интересные детали. Черненькие. Две штучки ставим, конечно же, по бокам от сцены. Делаем перекладину между балками, чтобы на нее можно было уже размещать осветительные приборы. Собираем интересный рычажок, который нам предлагают установить вот сюда. И теперь мы можем вращать сцену не руками, а с помощью него. Достаточно удобно, надо сказать. Верхнее украшение для сцены с именем Ливи. И огромный просто прожектор. Нам надо два таких штуки и мы их будем устанавливать вот сюда. И второй мегапрожектор. Они, конечно же, поворачиваются в какую надо сторону. И отражательные панели тоже вращаются. Все по-серьезному. Осталось совсем немного задекорировать наши сцены и добавить еще один задник на сцену с клипами. Начинаем со стороны для вручения. Делаем маленькую трибуну с микрофоном и устанавливаем на подиум. И, конечно, надо не забыть постамент с наградой, со статуткой, со звездой. Ее мы ставим возле трибуны. Клеиваем последнюю наклейку. Это будет еще один сменный задник для клипов. И вставляем в наши желобки, которые мы заранее приготовили. И таким образом мы можем снимать с одним задником или со вторым, какой нам больше нравится и подходит по теме. И для пущих спецэффектов мы добавим две детальки прозрачного голубого пластика, который символизирует дым. И две колонки, очень похожие были в студии звукозаписи. Их мы устанавливаем пересценные на специально отведенные места. И, как всегда, немного запасных деталей на случай, если что-то потеряется. Наша сцена полностью готова. Здесь нам еще раз показывают, что можно вращать сцену с помощью этого рычажка наверху. И на этом все. Расставим наши остальные принадлежности вокруг сцены. Ливи должна, конечно же, быть на сцене. И возле сцены ставим камеру на тележке, монитор, чтобы смотреть, что мы там вообще снимаем. И хлопушку, которой мы будем отсчитывать дубли. И еще раз покажу вам, как работает сама сцена. Вот за этот рычажок мы вертим. И у нас вращается сцена с двумя сторонами и аж тремя задниками, если считать два задника на стороне со съемкой клипа. Несмотря на небольшой размер набора, он получился очень интересным, интерактивным и полным всяких клевых штуковин. Еще раз напоминаю, что набор для обзора был предоставлен интернет-магазином 7bricks. А ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома, пока!